Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хилан. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы с вами затронем одну довольно-таки спорную тему, а именно использование гербицидных препаратов на своих приусадебных участках. Гербициды – это одна из разновидностей пестицидных препаратов, то есть препаратов для борьбы с какими-то вредными организмами, которые нам мешают вести наше садоводство, огородничество, а именно с сорными растениями. К сожалению, среди других разновидностей пестицидов, среди инсектицидов, фунгицидов, существуют щадящие биологические препараты, которые подавляют развитие болезней или вредителей. К сожалению, до сегодняшнего дня не придумано еще эффективного гербицида, который бы биологическим мягким способом подавлял развитие сорняков. Поэтому, если вы ведете исключительно органическое сельское хозяйство, природное, и не допускаете использования каких-то химически синтезированных препаратов на своем участке, то для борьбы с сорняками вам остаются механические методы, а именно рыхление, перекопка, прополка и мощное мульчирование. Если же вы все-таки допускаете использование химически синтезированных средств или раздумываете о том, применять их или нет, как раз давайте сейчас с вами это обговорим. Я уверен, будет вам это интересно. Гербицидные препараты все делятся на две большие группы. Это препараты сплошного действия, они убивают все сорняки подряд, и не только сорняки, но и культурные растения. Какие растения им попадутся на пути, такие они и будут подавлять. Другая разновидность или группа гербицидных препаратов – это те, которые обладают избирательным действием. Они подавляют рост растений определенной группы. Например, такой препарат, как лентур, широко используется в борьбе с широколиственными двудольными сорняками, такими как и подорожник, и сныть, и одуванчик, и многие-многие другие сорняки, которые растут на газонах, включая клевер. Растения, традиционно выращиваемые на газоне, а именно злаковые, не подвержены влиянию этого самого препарата. Он на них не действует. Как мы видим, есть избирательность действия. Такой препарат, как миура и родственный ему препарат фюзелат, они, напротив, действуют на злаковые сорняки, подавляют развитие пырья, подавляют развитие куриного проса, различных видов мятлика и других злаковых сорняков. А на двудольные растения, огородные, цветочные, такие как капуста, томаты, картофель и многие-многие другие овощные растения, но, собственно, большинство растений, которые мы выращиваем, из злаковых растений, разве что помпасная трава, какие-то виды осок, ну, газонные травы, разумеется, ну и немногочисленные другие виды выращиваются садоводами и огородниками, в основном в декоративном садоводстве. А вот большая часть овощных, огородных культур, она как раз двудольная. И эти препараты миура и фюзелат достаточно широко могут применяться для подавления этих сорняков. Еще одна группа гербицидов, они используются в посевах различных видов растений от определенных видов сорняков. Например, такой препарат, как лазурит, широко используется в посевах, посадках картофеля. Также он используется в посадках других посленовых растений, например, томатов, перцев или баклажан. Также он хорошо используется в посевах бобовых растений, будь то фасоль, горох или бобы. Другие широколиственные растения, например, капусту или свеклу, этот гербицид вполне может подавлять. И действует он только от широкого спектра как злаковых, так и широколиственных однолетних сорняков. Многолетники он не подавляет. Вообще ассортимент гербицидов для населения не так уж и велик, хотя в крупнотоварных хозяйствах перечень гербицидов впечатляет, которые могут там употребляться. Это вот такой вот толщины каталоги. Почему это так устроено? Потому что, к сожалению, гербициды являются достаточно токсичными препаратами. Многие из них, например, лантрел, способны сохраняться и в почве, и в вегетативной массе растений. Он используется так же, как и лентур, для подавления широколиственных сорняков в газонах. Газон срезается и используется для мульчирования. И растения, которые замульчированы, томаты, например, начинают погибать, потому что он накапливается не только в почве, но и в вегетативной массе не только сорняков, которых он губит, но и самих злаковых трав. Поэтому с применением вот этих вот препаратов надо быть очень-очень осторожным. И, разумеется, не применять те препараты, которые не являются разрешенными в приусадебном хозяйстве. Купить их, конечно, где-то можно на черном рынке, где-то в хозяйстве можно попросить и так далее, но я призываю, конечно, вас их не использовать. Если же их использовать правильно, вот те, которые разрешены, то, конечно, они не будут приносить существенного вреда ни окружающей среде, ни вашему здоровью, ни растениям. Но иногда соблюсти эти правила бывает очень сложно. Первая проблема, которая есть как с гербицидами сплошного действия, а они представлены преимущественно препаратами на основе глифосатов, о них мы поговорим отдельно, о их безопасности и возможности применения. Вот все это разнообразие гербицидов должно использоваться только в безветренную погоду, потому что малейший снос ветром на соседние чувствительные виды растений, ведь препарат не выбирает, кто сорняк, а кто хорошее растение, он подавляет чувствительные виды. И если основной вид растений нечувствительный, ну, например, мы травим пырник в свекле с помощью препарата миура или пырник в капусте, то в этом случае снос его на газон приведет к существенному повреждению этого газона. Если мы травим голензогу, например, в посадках картофеля или томата, то снос этого препарата повредит большинство огородных культур, за исключением бобовых и посленовых, и так далее. И так с каждым препаратом. Второе, что необходимо помнить, это полностью исключить передозировку этих препаратов, потому что, несмотря на то, что гербициды безопасны для целевого растения, которые мы должны обрабатывать, ну, например, тот же картофель с помощью препарата лазурит. Конечно, вы обработаете и не будете весь сезон иметь вообще никаких хлопот с прополкой, вообще никаких, это, конечно, подкупает. Но если вы превысите дозу или обработаете большее число раз, чем указано в инструкции, то в этом случае вы получите шанс повредить также и картофель, потому что безопасен он для целевой основной культуры только в тех дозах, которые здесь прописаны. Если вы считаете себя вполне способным к тому, чтобы использовать подобного рода препараты в соответствии с инструкцией, не будете их передозировать и будете понимать, что против чего использовать, в этом случае бояться нечего. Главное – соблюдать условия внесения, то есть, чтобы была безветренная погода, чтобы дождь это всё дело не смывал, чтобы в нужную фазу развития растений это внести, в нужные сроки это внести. Следующее условие – не передозировать ни в коем случае. И следующее условие – соблюдать правила безопасности по внесению, чтобы не вдыхать, чтобы в рот нам не попадало в глаза и так далее. Вот если вы точно уверены в том, что вы можете соблюсти все эти условия, пожалуйста, используйте, потому что эти препараты тысячу раз проверены, перепроверены, и в рамках тех регламентов, которые прописаны на упаковках, они для человека безопасны. Если же вы чувствуете за собой неспособность контролировать все эти условия использования препаратов, то откажитесь. Откажитесь в пользу рыхления, прополки, а ещё лучше, ну как наименее трудозатратный способ в небольших объёмах ухода за растениями – это мульчирование. Обязательно его используйте в альтернативу подобного рода препаратам. Что ж, я надеюсь, что вы будете разумно подходить к использованию гербицидов, осмыслите эту информацию, хорошо подготовитесь к следующему сезону и будете во все оружие. Выберите для себя приемлемую схему ведения сельского хозяйства на своих приусадебных участках. На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам быть здоровыми, а урожаем вашим – богатыми. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok